Балерина Родилась в Петербурге. Родители – артисты балета Мариинского театра. Отец – балетный режиссер. Мама – балерина, педагог классического танца, преподавала в театральном училище. С девяти лет Петроградское хореографическое училище. Но заниматься там ей совсем не хотелось. Она замкнулась в себе. Ее угнетали холодные залы, тяжелый труд, которому приучали учениц. В 1928 году Уланова окончила хореографическое училище. Результат выпускного спектакля Шопиньяна всех порадовал. И ее без раздумий приняли в труппу театра оперы и балета. Уже в 1929 году она танцевала ведущую партию в «Лебедином озере». Внешне воздушная, тоненькая, хрупкая. В 30-40-х годах выступала вместе с Константином Сергеевым. Их дуэт в истории русского балета считался образцовым. Высоко ценил талант балерина Сталин. Ей четырежды присуждали Сталинскую премию. Названия, а также громкие титулы не могли заставить артисту подчинить свое творчество политическому строю. За внешней хрупкостью и замкнутостью страстная, влюбчивая натура. Еще в 16 лет ушла из дому концертмейстеру Исааку Милейковскому. Затем ее сердце покорил дирижер Маинского театра Евгений Дубовский. Первым ее мужем был актер и режиссер Юрий Завадский. Познакомились они в 40-м. Он был умен, обаятелен и красив. В июле 41-го они официально оформили брак. Талантливая, красивая, умная. Он благотворил ее. Но в конце 40-х они расстались. Этот союз был ее единственным законным браком. Уланова была ведущей балериной Большого театра до 60-го года. Здесь она исполняла главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Бахчисравский фонтан», «Золушка», «Ромео Джульетта». 49-й год. Актер и режиссер Иван Берсенев. Уланова влюблена. Иван Старшина, 21 год. Он умер в 51-м году. Горе ее было безмерно. Она ни с кем не делилась своей болью. Художник Вадим Рындин стал ее последним мужем. Он любил Уланову, но неравнодушен к алкоголю. Именно из-за этого они и расстались. Больше уже никого в свое сердце она не пускала. У нее не было детей. Либо сцена, либо дети. Не было близких друзей. После ухода со сцены она посвятила себя преподаванию. Больше 30 лет проработала педагогом-репетитором. В 70-х ее личным секретарем стала журналистка Татьяна Агафонова. Она избавила Уланову от всех бытовых проблем. После ее смерти в 94-м году Уланова целый год провела в больнице. Пустая квартира. Одиночество. Бедность. За пару лет до смерти Уланова полностью сожгла дневники, в которых она описывала в красках все перипетии своей судьбы и тонкости личной жизни. Сделала это она для того, чтобы после смерти не быть объектом бурного обсуждения. Я никакая не великая. Просто так сложилась жизнь и судьба. Я обыкновенный человек и хочу остаться собой.